Я хочу кратко дать понимание новой концепции компании. Все партнеры сталкиваются с тем, что объяснить, в чем же отличие нашей компании от существующих на рынке проектов, компаний, которые предлагают подобный бизнес, как многим кажется, либо чем-то отличающийся, они могут сфокусироваться на новой концепции, в чем она заключается. Мы помним, что Клаудио предложил, когда вопрос стал о слиянии платформ, о которых я скажу позже, предложил новую концепцию развития бизнеса. В чем же заключается именно новизна? В том, что мы привыкли, как правило, изначально всегда замечательная идея, которая обрастает единомышленниками, создается сеть, структурируется подразделение, собираются деньги в компании, и на эти деньги компания начинает реализовывать планы и задачи, которые поставлены изначально. То есть расширять бизнес, либо формировать физический бизнес, либо продуктовую линейку, либо развиваться в других направлениях, которые были обозначены на старте проектов. Неоднократно и наш президент Клаудио Энрике, и наш вице-президент Мигел Гомыш говорили, что мы отличаемся кардинально от всего того, что сегодня представлено в области МЛМ, потому что цель и задача корпорации, а вместе с ней всем их нас, то есть наших партнеров, акционеров, которые уже сегодня находятся в компании, создать устойчивую бизнес-платформу, устойчивую доходную, которая бы самостоятельно формировала тот доход, который обеспечивает дивиденды всем партнерам, акционерам клуба. Структура наша какова? Phoenix Holding имеет в своем подразделении две платформы. Какие? Бизнес-платформа, которая постоянно расширяется за счет приращивания физического бизнеса, стартапов, которые реализуются, бизнес-предложений от лидеров, которые присоединяются к нашей платформе, и структурное подразделение «Закрытый социальный клуб инвесторов ПСИК». Вот именно два этих подразделения – это основа холдинга. Мы прекрасно понимаем, что создавая закрытый клуб инвесторов, цели и задачи, которые ставит перед собой компания, должны иметь уже какую-то площадку, из чего-то начинать обосновывать физическую платформу. Именно поэтому на старте президент посчитал нужным, создавая бизнес-платформу, передать 10% от всех своих акций, владения, совладения, либо каких-то преференций в области стартапов, будущих владений, скажем так. У него же не везде стопроцентная доля владения, нигде, вернее. 40, 50, 70, 80% акций от корпорации у него было как соучредителя. Вот 10% вот этого количества было передано для формирования стартового проекта бизнес-платформы. В 2018 год. И только после этого, получив, если рассматривать наши бизнес-предложения, бизнес-платформу, получив возможность развиваться в этих направлениях, уже как владельцу холдинга компания начала работать над инвестициями в эти направления экономики, в область технологий, те, которые выгодны для создания устойчивого реального бизнеса. Если мы смотрим, да, вот здесь, АСФ, что это такое? Это шахта, которая на сегодня является на 75% собственностью корпорации. Это золото добывающая шахта, имеющая богатую и длительную историю. Три года борьбы за ее, так сказать, выкупы владения, которые провел Клаудио в переписке с государственными органами, они увенчались в 2017 году успехом, и Клаудио принадлежало там 50% долей владельца шахты. Он передал 10% стартовых. И целый 2018 год ушел на оформление, уже переоформление, заново получение лицензии, заново формирование условий для того, чтобы владельцем шахты стал холдинг хотя бы на какой-то больший процент, ну где-то 50-75, 75 на сегодня. На сегодняшний момент 75% шахты принадлежит к холдингу. Это 2019 год на это ушел. Если смотреть АЛСУ, что это такое? Это площадка, на которой стартапы, у них его 4, 4 стартапа его монет было. Мы помним ЭКОКОЙН, АГРОКОЙН, Тайм Из Мани и ГОЛД СОСИЛ КОЙН. Вот ГОЛД СОСИЛ КОЙН имеет своим обоснованием наличие золотодобывающей шахты. АГРОКОЙН должен был иметь обоснование контрактное применение каких-то технологий в области сельского хозяйства для того, чтобы носителем этой информации, которая будет храниться на блокчейн, был именно АГРОКОЙН. Каких контрактов, на каком основании, какое взаимодействие, где и каким образом применяться будет этот контракт. Это длительная работа многолетняя, и цель создания АГРОКОЙНа была именно в том, чтобы хранимую информацию о взаимодействии производителей, поставщиков, покупателей сельскохозяйственной аэропродукции и потребителей, которые хранятся в базе данных МЕРКОСУЛ. МЕРКОСУЛ легко найти в Википедии и поискать, что это такое. Это латиноамериканская площадка, которая в начале 90-х объединила 5 латиноамериканских стран. Сегодня это взаимодействие весь латиноамериканский континент, Соединенные Штаты, Мексика, это Азия, уже и Европа подключилась к этой площадке. Что это такое? Это цифровое хранение информации о производстве и потреблении продукции в этих регионах. Поэтому цель и задача была у Клауди оптимизировать еще больше информацию для сокращения потерь и логистических потерь в плане производства и потребления продукции и хранить эту информацию на блокчейн. Мы знаем, что технология блокчейн пришла и осталась, и все больше занимает свое место в различных направлениях финансовой экономики, как наиболее оптимальная система хранения достоверной информации. И носителем хранения этой информации является Агрокоин. Поэтому необходимы были контракты по поставке животноводческой продукции, поставке удобрений, поставке средскохозяйственной продукции, которые заключены уже от ID Identification. Это наше подразделение маркетинговое и инструмент для продвижения, так сказать, возможностей, но принадлежит это подразделение Фениксу. Поэтому обоснованием именно Агрокоина являются контрактные отношения, посредником которых выступает наша корпорация, в производстве и потреблении сельскохозяйственной же автоматической продукции. Что такое у нас, вот мы видим здесь Телпоп, что это за Time is Money, что это за обоснование. То есть мы имеем своего оператора, мы имеем потребительскую сеть, уже количество партнеров, тысяч человек в структуре, мы имеем количество пользователей. Покрытие 120 стран. Это представители сети, которые проживают в 120 странах мира. Представители нашей, извините, сети дистрибьюторской. Поэтому, имея оператора, имея потребителей, имея пользователей, то есть идея, стартаповская идея создать такой коин, который бы отражал отношения абонентов, двух или более абонентов в различных точках планеты, при использовании этого оператора, она пришла в реальность. Есть обоснование? Есть. Time is Money – это монета, которая отражает использование оператора через нашу карту, которая уже появилась у нас на ID-шоппинге, для взаимодействия двух корреспондентов. То есть минуты, которые мы тратим, отражаются именно информацией, которая хранится на блокчейн с помощью монеты Time is Money. Отсюда и возможность обменивания монет на минуты, минуты на монеты. Для этого и существует наша умбрела, наш обменник. Это еще одна часть нашей платформы. Это тоже физическая часть, регулярно зарегистрированная действующая компания. Это не просто обменник онлайн, это структурное подразделение нашей бизнес-платформы, которая имеет страховое покрытие, 100 миллионов долларов оборот в месяц, которая имеет легальное месторасположение, которая, самое главное, имеет финансовое обоснование, финансовые протоколы и лицензии для использования фиатных денег. Это очень серьезное подразделение. Это наша умбрела, это тоже часть нашей платформы. Так можно говорить о каждой платформе. Еще хочу сказать об Эко Коине. Это все были стартапы, идеи которой принес Клаудио в основание нашей платформы, бизнес-платформы на момент создания Феникса. И прошло почти два года до реализации этих стартапов в реальность при обосновании контрактном, применении этих технологий в жизни. Эко Коин – это развитие технологий, развитие бизнеса, позволяющего очищать и сохранять экологию окружающей среды. В этих рамках рассматривается несколько направлений. Один из главных – это заводы ПЛА, четыре завода, которые становятся реальностью уже в этом году. 2019 год ушел на то, чтобы обосновать технологию, составить приемлемый бизнес-план, обоснованный бизнес-план для представления и реализации в любой точке планеты. Мы знаем четыре завода, два – это Бразилия, один – это Пакистан и один – Россия, договоренности которой достигнуты. И сейчас уточняются планы финансирования с запуском именно начала строительства, поэтапная разбивка финансирования от фондов по строительству этих заводов. Это контрактные отношения по обеспечению Эко Коина, который является носителем хранения информации и функционирования этого вида деятельности на блокчейн. И Эко Коин мы прекрасно понимаем, что это тот Коин, который в своем росте не будет иметь границ, потому что эта тема, она бесконечна. Уже очень многие стоят в очередь на применение этой технологии и хотели бы знать и понимать, каким образом в своих регионах развивать и строить эти заводы, потому что технология, которую предложил наш холдинг, не является оригинальной. Оригинальность ее заключается в материале использования, потому что созданная 20 лет назад технология производства биорастворимого пластика из переработанных отходов в маниоке была очень дорогой. На сегодня существуют технологии по использованию крахмала, по использованию кукурузы, остатковой переработки кукурузы, остатковой переработки сахарной свеклы. Все это гораздо дороже, чем технология, позволяющая удешевить, десятикратно удешевить аналоги, это переработка отходов сахарного тростника. Еще один нюанс, который на сегодня подчеркивает уникальность нашей технологии, Международным институтам питания и халяльные институты всевозможные запрещают использовать как сырье для переработки и получения каких-либо непищевых продуктов, пищевые отходы, которые могут быть применены повторно в животноводстве. И только солома в переработке сахарного тростника нигде не может быть использована, нигде и ни в каком подразделении животноводства. Именно поэтому это уникальный материал, уникальный материал, который позволяет получать эти гранулы. Гранулы на сегодня – это основная цель в строительстве заводов производства этих гранул, которые могли бы быть поставлены в любую точку планеты. И эта технология наша запатентована в феврале 2019 года. Очень много работы сделано по развитию этой части платформы. Я могу говорить о каждом подразделении, но вы здесь видите и банк, вы здесь видите завод ПЛА. То есть мы на сегодняшний момент не только являемся владельцами патента ПЛА. Вы видите, структурное подразделение ПЛА. Это отдельно от строящихся заводов. Сама корпорация ПЛА международная, которая была создана на базе участия очень большого количества инвесторов. Мы многократно об этом говорили. Есть отдельная презентация ПЛА, есть лица, медийные лица, которые посчитали возможным и необходимым инвестировать в создание этой корпорации. Но 75% корпорации ПЛА принадлежит нашему холдингу. 25% – там есть лица, которые владеют этими акциями. 75%. Здесь нет стопроцентного владения ни одним подразделением. Еще раз подчеркну, это та длительная работа, которая готовилась годами, частично своей долей была внесена президентом на старте в формировании бизнеса. И в течение 2018-2019 года, привлекая средства нас, партнеров, акционеров по кронфандинговому движению, привлекало наши средства в меньшем, так сказать, объеме и в большем объеме, это привлечение международных фондов, серьезных финансовых организаций, заинтересованных в сохранении планеты и развитии бизнеса, экобизнеса, именно с этой же целью и задачей для привлечения все больших и больших инвестиций в этом направлении. Это и есть работа нашего руководства. Именно поэтому я говорю всегда, что краунфандинговое движение, оно имеет пределы в нашей концепции, я не беру краунфандинговые компании тысячных, их много, немереное количество уже, которые гуляют по MLM пространству. Мы – это закрытый клуб инвесторов, единомышленников, которые свои средства доверяют корпорации для создания вот этой доходной части бизнес-платформы. Вместе с тем руководство заинтересовано в том, чтобы привлекать гораздо большее финансирование для старта этой платформы, потому что один завод стоит от 10 до 15 миллионов, один только, в зависимости от объема продукции. В России это 4 вида продукции, у нас 15 миллионов стоит завод, стартовая цена, их 4 запущены, их 5-й завод, который рассматривается тоже в марте месяце и будет запущен, это Лос-Анвард или Соединенные Штаты, это разлив воды уже из фонтанов, разлив воды в наши бутылки. Это все концепция единой формы. Поэтому нужно понимать, что краунфандинговое привлечение вот на этом этапе привлечения средств на сегодня цель и задача у компании до определенного периода, потому что как только за 20-й год первые заводы выходят на производственные мощности, начинается выдаваться продукция, начинает идти процесс возвращения инвестированных средств, и этот процесс займет 1,5-2 года в зависимости от объема инвестиций, все, компания более не нуждается в привлеченных средствах. Наоборот, цель и задача компании по ее уставным документам и по плану, который прописан при старте корпорации, это выдача ежегодных дивидендов, 10% доходности отправляется на покрытие этой статьи всем партнерам-акционерам ежегодных. Поэтому 20% на развитие производства, 20% социальная структура, и 50% остаточной доходности будет распределяться. Естественно, нужны самой корпорации покрытие и потребности дочерних подразделений, плюс какая-то часть, это уже готовая часть доходная на существующую вот ту сеть инвесторов, которая будет остановлена. У нас не будет бесконечное развитие нашей платформы. У нас есть очень четкий математически выверенный план развития. Мы в начальной стадии, первый этап старта и формирование бизнес-платформы. Именно поэтому на сегодня важно привлекать людей и объяснять концепцию. То есть у нас концепция – это прежде всего формирование вот этой бизнес-платформы, которая будет обеспечивать доходность надстройки. У нас с вами псих-подразделение, наш социальный закрытый клуб инвесторов. При этом на стартовом периоде, стартовом периоде, первом периоде, чтобы акционеры могли получать доход, был дан инструмент ID Identification. Это инструмент MLM-приложение, если хотите, на стартовом периоде. Я вам объяснила концепцию. Стартовый период очень сложен и привлечает всегда, на старте привлекается для развития бизнеса гораздо больше средств, чем они могут обосновать нашу доходность. Поэтому был дан MLM-инструмент для получения доходности всем активным партнерам от привлечения новых партнеров по маркетингу. Я надеюсь, это понятно. Это то, что отличает нашу концепцию от всего остального, что существует на рынке. Я бы хотела сейчас показать вот здесь, на этом графике, показать замкнутый цикл бизнес-финансово-бизнесово-взаимодействия всех подразделений. То есть, что изначально была определена задача корпорации создать у себя, кроме предлагаемых бизнес-направлений, развивать их, создать также финансовую структуру, которая бы обеспечивала финансовые потоки внутренними резервами и возможностями. Что это означает? Для того, чтобы полноценно работала часть финансирования, перераспределения финансов, а также их движение по кошелькам и счетам партнеров, необходима, естественно, финансовая структура какая? Прежде всего, это банковское подразделение и взаимодействие с существующими процессорами Visa Mastercard, а также возможности в сегодняшнем рынке, столь приверженном криптовалюте, возможности мгновенно производить обмены и валют, которые у нас заявлены, четыре стартапа я говорила, которые приходят в реальность сегодня. Эти валюты должны обмениваться на эквиваленты криптовалют, которые признаны в мире, это эфир и биткоин. Ко всему прочему, фиатные деньги должны в обязательном порядке присутствовать, потому что только легальный обменник, работающий в разрешительных рамках, которые определены банковскими уставами, этот обменник имеет возможность деньги криптовалютные, переводить деньги в финансовые посредством банковских транзакций. Это очень сложный процесс, поэтому вот вы видите, здесь у нас e-commerce, e-commerce это индустрия ID, которая кратко обозначена, это финансовый, вернее экономический рынок, он связан вместе с e-payment подразделением, которые являются финансовым главным звеном, ядром, это банк, это процессоры, и сюда же внесено отношение возможности нашего телеоператора работать с обменником существующим, который поменяет минуты на деньги. Это те финансовые инструменты, которые позволяют нам реализовать, получать и потратить заработанные нами доходы, дивиденды и вознаграждения по маркетингу. Exchange, то, о чем мы говорим, да? Для того, чтобы Exchange нас работал, то есть наша Umbrella, которая базируется прежде всего на четырех, стартует со своими четырьмя монетами, монетами, обоснованными контрактными отношениями в реальных направлениях экономики, необходимо было обосновать, вот вы видите четыре подразделения, PLA, TLP, POS, S&W, обосновать контрактными отношениями с физически работающим бизнесом, да? В обязательном порядке, без этого никак. Потому что 20-й год, много говорится об этом, много читаем, много смотрим и о квантовом переходе, много информации в интернете, и как ее понять и структурировать сложно. Но еще в 16-м году, благодаря компании, где мы большей частью работали, очень многие партнеры работали и обучались работать в рынке криптовалют, так вот в свое время Люкс Фильямс говорил, что до 20-го года работаем и учимся. 20-й год изменит многое на этом. Ну, пришел. Сейчас мы со всех сторон смотрим и не поймем, что же изменит. А 20-й год меняет саму систему взаимодействия технологий, отцифрованных в криптовалюте, с реальной жизнью, где это может быть применено. Только это, я так думаю, в течение этого, следующего года, и останется на рынке. Очень важно на сегодня заявлять, во-первых, занять свое место в этом мире, согласно, так сказать, выданным билетам. Если у нас работают четыре направления, монет в четырех направлениях, финансах, сельское хозяйство, экология, и оператор, это телефонная связь, заняли свое место. Его необходимо обосновать контрактами отношений с реальными производителями этих услуг, этих продуктов, либо этого бизнеса. Вот это и есть наш экченч, который отражает это взаимодействие. Без контрактного обоснования то-либо другой монеты ее применимости в жизни на сегодня White Paper страховые компании не рассматривают. Именно поэтому, если у нас с ПЛА было все понятно, с нашим золотым коином было все понятно, давным-давно, целый девятнадцатый год ушел на это, на обеспечение контрактов по строительству заводов ПЛА и по передаче владения определенным количеством акций нашей шахты уже в расширенном, так сказать, количестве и развитии этого рынка, то с Агрокоином были вопросы, да, с обоснованием контрактным и не было возможности подтвердить по телефону и подтвердить покрытие всех регионов. Мы уже видели у себя на айдешопинге, что карты дают, во-первых, есть общество, которое покрывает двести с лишним стран, и есть карты, покрывающие регионы. То есть для того, чтобы запустить этот механизм в действие, необходимы были станции, подразделения нашего оператора в различных регионах. Это было сделано. Вот это все и закончено было в январе. Вот почему Мигел обосновал, что все готово и айдешопинге в феврале выйдет обязательно. Мы все контракты закончили, у нас все нормально, и Умбрелла это следующий шаг, потому что мы сдали всю документацию, подтверждение, все это страховая компания получила. Поэтому мы ждем до конца февраля Умбреллу. С этим все понятно. Что такое тренинг? Каждому из нас необходимо в перспективе, вот все то, о чем я говорю, я должна еще учиться и учиться во многих направлениях. И каждому из нас для того, чтобы остаться конкурентными в этом рынке, необходимо совершенствовать свои знания. Именно поэтому у нас здесь в перспективе, я думаю, следом за запуском этих инструментов, которые, это инструменты, это MLM-инструменты, и айдешопинг, и Умбрелла. Так вот, следующим шагом в развитии именно инструментов, MLM-инструментов, это выпуск видеообучающих по тренингу, которые у нас заявлены в различных направлениях. Вот кратко то, что я хотела бы сказать о новой концепции развития нашей компании. Напоминаю, мы с вами все акционеры, мы все участники закрытого клуба инвесторов. Целью и задачей социального закрытого клуба инвесторов является постоянное развитие нашей бизнес-площадки. Именно поэтому 20% доходов постоянно идет на совершенствование развития, присоединения и улучшения бизнесов, существующих и вновь присоединяемых. Плюс 20% в обязательном порядке это социально направленные программы. На сегодня это взаимодействие с Красным Крестом. Я думаю, далее будет лист отрасширяться при росте доходности нашей физической площадки. И закрытый почему клуб? Потому что существует лимит, определенный лимит присоединения партнеров по кронфандинговому движению, когда корпорация все еще нуждается в каких-то инвестициях от партнеров. Но это кратковременный период, я не знаю, до 20-й, меньше, больше, я не знаю, но это конечный период. У нас объявлен 1 миллион партнеров. помним, что будет дальше? Клуб закрытый, следовательно, дивиденды будет получать, кто успел войти вот в этот период необходимого развития финансовой площадки, финансового инструмента, который привлекается все еще со стороны партнеров. Как только компания 20-й год выдает производство от собственных предприятий, продукцию от собственного производства в необходимом объеме, который будет покрывать нужды и давать дивиденды и расширять платформу для того, чтобы расти финансово на внутреннем закрытом самоинвестировании при привлечении фондов, в которых на сегодня компания участвует. Поэтому это все может в 20-й, 21-й год, а может быть быстрее, чем в 20-й год. На этом этапе вот это подразделение МЛМ может закончиться. МЛМ это структурные подразделения у нас холдинга Фендикс это ПСИК Закрытый частный социальный клуб инвесторов и бизнес-площадка с бесконечно расширяющейся формой развития бизнеса. Вот все, что я хотела сказать по этому вопросу. Глобал Стар Клаб Возможности безграничны